Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Я вижу, как некоторые люди паникуют и говорят, что в конце этого месяца нас ожидает продажа 138 тысяч биткоинов. Можно представить, что тогда будет с криптовалютным рынком, ведь Терра Луна после своего коллапса продала 80 тысяч биткоинов. И ты сам помнишь, что тогда творилось с ценами на биткоин и эфириум и другие криптовалюты. Сегодня я хочу развеять все опасения и всю неопределенность вокруг этих панических слухов. А в конце я покажу тебе биткоин-сигнал, который зажегся лишь в седьмой раз за 4 года. В последний раз такой был лишь в августе 2021-го. Тебе, как холдеру биткоина, нужно его увидеть. Ну а перед тем, как мы начнем, буду рад поддержке лайком и комментарием. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за поддержку. Итак, сложно представить, но история некогда крупнейшей криптовалютной биржи MTGOX может подойти к концу. Уже в конце августа MTGOX может начать выплаты пострадавшим от ее взлома инвесторам. Это будут выплаты в биткоинах и биткоин-кэше. Но долларовый эквивалент будет точно таким же, как много лет назад, без учета роста этих криптовалют за последние годы. Насколько много у MTGOX осталось биткоинов? Около 138 тысяч монет стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Идеальное время объявиться, не так ли? Terra Luna рухнула и продала 80 тысяч биткоинов. Крупнейшие криптовалютные компании Celsius и Three Arrow Capital также пугали весь криптовалютный рынок в прошлом месяце. Теперь, когда волны паники стихают, такая новость от MTGOX может снова ее раскачать. Весь криптовалютный рынок теперь в ожидании конца августа, и чем ближе конец месяца, тем больше неопределенности и страха испытывают инвесторы. Почему? Потому что они вполне резонно предполагают, что получившие компенсации спустя многие годы жертвы взлома MTGOX захотят просто продать эти биткоины и получить хотя бы какой-нибудь кэш. Ведь они так долго его ждали. Однако жертвы взлома самой крупной в прошлом криптовалютной бирже MTGOX дают лишь небольшие шансы на то, что они начнут получать свои компенсации в конце августа. Прежде всего, такие компенсации требуют прохождения процедуры «Знай своего клиента» от этих жертв, а также их счетов. Кроме этого, желающие продать компенсированные биткоины будут обязаны постоянно взаимодействовать со всеми сторонами процесса и проходить медленную судебную тягомотину одновременно. Мы также не наблюдаем никаких передвижений биткоинов в самой MTGOX. Логично предположить, что все пострадавшие должны будут получить выплаты одновременно. И учитывая все вышесказанное, сбор и подтверждение их данных может занять некоторое время, которого в этом месяце уже явно не хватает. Так что я предлагаю выдохнуть и спокойно пережить конец этого месяца. Никакой распродажи 138 тысяч монет сразу, пока случиться не должно. А теперь я хочу поговорить про сам биткоин. Здесь тоже есть интересный момент, а именно на его графике зажегся интересный сигнал – хэш-риббонс. В последний раз такой сигнал зажигался аж год назад, в августе 2021-го. Тогда он привел к тому, что биткоин вырос на 62%. Еще один такой же сигнал случился в декабре 2020-го, и он тоже привел к росту биткоина на 253%. В июле 2020-го этот сигнал привел к росту биткоина на 117%. И, наконец, еще два таких сигнала были в январе 2019-го и декабре 2019-го. Они привели к росту биткоина на 283% и 48% соответственно. И вот мы видим такой же сигнал хэш-рибонс прямо сейчас на однодневном графике биткоина. Я лично не ожидаю каких-либо значительных ралли, как в январе 2019-го или в декабре 2020-го. Но мы вполне можем наблюдать какой-то краткосрочный забег биткоина после этого сигнала. Заметь, что рост биткоина в прошлые разы не происходил незамедлительно после этого сигнала. Должно было пройти некоторое время. Однако исторически этот сигнал обозначал как минимум краткосрочный забег цены биткоина. Поэтому без паники, ребята, МТГОКС пока что не сольет биткоины. А на графике биткоина одновременно с этим появляются сигналы, которые в прошлом были достаточно бычьими. Все будет хорошо. Меня зовут Богатейщий Ди, увидимся завтра в большом видео, над которым я прямо сейчас работаю. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok